так иногда нужно сделать что-то такое что измажет весь ваш стол так вот чтобы этого не происходило нужно его обмотать пленкой вот так вот как сделал это я это так бесплатный лайфхак пленку прячу а весь стол защищен здесь можно разделывать баранью ногу кстати которую сейчас я и буду разделывать смотрите у меня здесь я с утра сгонял на рынок и купил это задняя нога барана но в моем случае ягненка ягненок небольшой безусловно все спросят как определить большой небольшой ягненок это можно только увидеть когда ягненок целиком находится во-первых ты знаешь точный вес ягненка и например смотришь обязательно должно быть мясо светлое на срезе видите видно мясо светлое не чинить не красная это еще зависит от породы барана но чаще всего плохо спускают кровь и наши российские производители выращивают баранов плохо спускают кровь и потом мы получаем что ярко красное мясо который дает много накидь ну да ладно я не про это значит у меня есть специальный мясницкий нож он обязательно вот такой пластиковой ручкой чуть-чуть завернутый наверх и а соответственно имеет короткое лезвие очень острое в конце немножко подравнивать перед тем как начать работать и на что я хочу обратить первое внимание вас мои подписчики гости и друзья я провожу экскурсии на рынке несколько раз в этом году уже провел и оказывается что очень мало людей знают о существовании лимфоузлов что нужно знать по поводу лимфоузлов лимфоузел это та часть ну это и не для кого не секрет это я вам так для общего образования через которую фильтруется вся гадость и поэтому лимфоузел во-первых если вот смотрите тут пока разрубали один лимфоузел перерубили видите он отличается вот такой консистенции странный и таким темно-серым цветом как определить лимфоузел это или нет во-первых около него всегда большой кусок жира вот смотрите видите здесь чистый жир и вот как раз лимфоузел находится в паху он находится и у людей и у баранов в том числе значит обязательно все жировые части мы удаляем весь жир нужно обязательно срезать за исключением того жира который нам даст влажность для запекания например если мы используем ногу и хотим запечь ее целиком если мы хотим отправить на шашлык то безусловно нам нужно срезать будет весь лишний жир так вот смотрите видите если мы срезаем весь жир то вероятность того что у нас попадется лимфоузел исключена помимо всего прочего у барана еще и вот видите это получается у нас вот смотрите вот здесь вот у нас находится хвост до соответственно внутри под бедерной костью вот здесь вот тоже находится лимфоузел то есть мы просто берем и все кусочки жира снимаем подрезаем значит вот эти вот пленочки промежуточные которые никуда у нас не идут они у срезаются и откладываются на бульон шурпу в общем там где мы должны отваривать какой-то какой-то суп или тушить баранину вот смотрите видите вот он валим лимфоузел он имеет вот форму шарика форму мешочка и мы его обязательно должны срезать а знаете почему да потому что если вы его не срезали потом не задавайте вопрос почему у вас запеченная баранина воняет бараниной прям сильный яркий интенсивный аромат не спрашивать потому что именно из-за лимфоузлов если например вы покупаете баранину вот понюхайте и и она прекрасно пахнет мясо не должно пахнуть какими-то странными гнилостными бактериями она вот моя баранина вообще ничем не пахнет но как только вы берете лимфоузел начинаете его от разрезов понюхайте он воняет прям бараном именно из-за него очень часто люди попадают ситуацию когда взяли вроде классную свежайшую баранину ногу целиком засунули в духовку и получили что яркий аромат барана в общем чтобы этого не было срезайте весь жир срезаем всю пленку обязательно обязательно срезайте всю пленку оставляйте небольшое количество жирка уже под пленкой для того чтобы он растопился время запекания и создал дополнительную влажность для ноги которую вы собрались запекать смотрите у ноги есть во первых вот это вот бедренная кость тазобедренная кость потом здесь идет трубчатая внутри и еще дальше идет у нас голяшка то есть два сустава три косточки на рынках часто не на всех но часто продают ногу вот с таким разрезом не переживайте ничего здесь нету отсюда берут пробу санэпидемстанция новая партия приходит они разрезают под коленом у барана и берут мазок оттуда и определяют если там какие-то проблемы или нет чаще всего все ноги надрезаны это подтверждение того что вот сначала берут мазок потом его проверяют а потом ставят вот такую печать теперь срезаем кость тазобедрен просто нужно ножом идти по твердой плоскости все да мы доходим до сустава вот здесь у нас сустав дальше все остальное почему короткий нож удобный для того чтобы идти по кости ничего не оставлять переворачиваем на другую сторону то же самое идем прям по кости по кости по кости как у вас нож сам идет так вот его и направлять это прям порой даже бывает интересно для повышения сказать квалификации а иногда когда приходите на рынок всегда для себя любимого оставьте 5-10 минут и понаблюдайте как занимаются разделкой мяса мясники это очень интересно опять же если вы собрались запекать заднюю ногу целиком то вам непременно нужно срезать тазобедренную кость потому что ну во первых толку от нее никакого она будет вам мешать только потом есть и срезать мясо с получившегося блюда а потом и опять же почему она у нас остается да потому что мясник при разделке ему неудобно и и вырезать он просто разрубает заднюю часть отдавать я вам заднюю ногу вместе с вот этой самой тазобедренной костью ее можно конечно использовать на бульон она не ломается ее надо рубить крошки неудобно но вы знаете когда баран маленькие тогда косточка небольшая можно ее куда-нибудь в какую-то кастрюльку положить ее тоже можно использовать но функциональной нагрузки она никакой не несет но видите у нас получилось суставчик появился и соответственно и как я уже говорил вот здесь вот есть у нас колено коленная часть я здесь делаю надрез и должен найти жировой кусок кусок жира внутри ноги то есть мы видим вот внутри ноги у нас есть кусочек жира нам его нужно достать пальцами воду видите чистый жир как я говорил в начале ролика это и есть лимфоузел аккуратно его вырезаем посмотрите вот он это здесь собрана вся грязь лимфатической системы барана поэтому я вам говорю еще раз не суйте ногу с лимфатическими узлами в духовку для запекания нужно вначале удалить узлы теперь снимаем голяшку которая при запекании тоже прекрасно себя ведет и нужно думать что если это голяшка что это мышца которую потом невозможно будет разжевать не это нам прекрасно жуется да еще и получается такой вкусной подрезайте стягивайте главное идти по косточке нам нужно голяшечную часть голяшку саму нужно убрать убрать находим суставчик с этой стороны тоже стягиваем мясо видите главное чтобы косточка оставалась чистой находим сустав разрезаем жилки видите коротким ножом специализированным очень удобно вдоль костей и получаем вот такую вот трубчатую кость я уже как-то в одном из роликов показывал но еще раз напомню не нужно брать топор и крошить ее в костное крошево нужно всего лишь взять обух ножа желательно побольше но вот у меня который есть такое такое есть и просто мы берем поворачивая ударяем обухом ножа по косточке до тех пор пока она у нас не лопнет лопайся зараза какая это еще прошлый раз она у меня лопнула с трех ударов возьмем сзади большие ножи так ну ка возьмем вот этот лопается видите кость лопнула никаких крошек но если даже вот и появились тут какие-то ответвления то их можно убрать руками и вот таким образом просто берем и ломаем кость которую можно потом отправить сюда же в шаурпу или в отвар дальше мы что имеем имеем голяшку имеем центральную трубчатую кость имеем немного мяса отсюда и голяшку мы должны заправить вот сюда эту часть мы должны приклеить вот сюда после того как вы замариновали кусок обвязали все это плотная ниткой веревкой чем угодно формируем целостность куска для того чтобы он равномерно прожаривался и именно в таком виде я рекомендую отправлять заднюю ногу в духовку для запекания приятного аппетита я надеюсь что мои лайфхаки помогают вам жить жить вкусно и интересно и полезно до новых встреч